Долголетие Кроме лекций, Ирина Александровна занимается йогой, настольным теннисом, ходит на лечебную физкультуру, поет и играет в театре. Свою помощь в центре предлагает и психолог. Врач старается найти подход к каждому пенсионеру, чтобы помочь решить возникающие проблемы. Проводим все различные упражнения, чтобы восстанавливать, например, познавательные процессы, которые у людей пожилого возраста уже исчерпаны, можно сказать. И стараемся поддерживать. Активности ульяновцев серебряного возраста можно только позавидовать. Они поют, занимаются рукоделием, выступают на публике и даже осваивают современные гаджеты. Вот уже два года на базе центра успешно функционирует диспетчерский пункт связи для глухих людей. Как видите, диспетчерский пункт работает, услуга очень востребована. Специалисты замечательные, колоссальные. То есть народ всегда очень много. Обращаются в пункты абсолютно с разными проблемами. Кому-то нужно решить юридический вопрос, кому-то помочь заказать торт на юбилей. Специалисты пункта связи становятся настоящими путеводителями для своих клиентов. Вопросы различные. То есть начиная от обращения в поликлинику, записаться к врачу, заканчивая свадьбами, торжествами, даже и грустными мероприятиями, то есть помощь при похоронах. Абсолютно любые вопросы, которые человека касаются в жизни обычного, все то же самое, только в сопровождении нас. Позвонить, оформить, сопроводить. Сурдопереводчики становятся для особенных граждан и руками, и ушами, и голосом. Я обращаюсь часто, да. Сейчас я обратилась, мне нужно узнать по поводу недоплаты пенсии, про операцию супруга. Я очень часто обращаюсь, мне помогают, все мои заявки принимаются, я обслуживаюсь вот у конкретного переводчика. Здесь душевные люди, все получается как нужно. Между собой пожилые граждане называют центр долголетия детским садом. Каждый день они приходят сюда за хорошим настроением, зарядом бодрости и, конечно, долголетием. Кристина Жакот, Юрий Конихин, Новость Ульяновской правды.